МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сейчас придет тебе один человек, Валера зовут, гражданский. Так. Ему, поэморских патронов. Ну, 4, 5, 6 патронов. Если есть в пачках, 5,45, если есть в пачках, то пачек 10 может есть. Пэмов сколько надо? Самих твалов. А, пэмов, дальше мы пэмов еще пяток штук. Алло, Иваныч, мы тут перекрыли дорогу, но тут есть 5 дорог, по которым нас можно объехать и зайти к нам в тыл. Выслать наблюдение на них, наблюдение. Выслать наблюдение на всего 10 человек. Из них 7 с оружием. Сейчас я вам, наверное, подкрепление пошлю. Только куда вам прислать? На какую улицу? Как вот эта улица называется? Улица какая-то? Свободы. Улица Свободы. Улица Свободы. У вас всего, почему у вас всего 10? А где мои бойцы? Нету, Иваныч. Я только ополчение взял. Я взял остаток ополчения и на штаба. Я понял тебя, давай. И не клади трубку. Алло, Паша, учти, что это самое. У нас еще одна группа в городе, она будет возвращаться, чтобы не приняли, понял, да? Еще группы могут выдвигаться, выдвигаться. То есть предупреди, не то, что там сразу все, хана в огонь. Да, стрелка, дайте к телефону. Сейчас, секунду. Кто спрашивает? Александр. Он знает. Сейчас, секунду. На телефон звонит Александр. Привет. Алло. Да, как у вас обстановка? Ну, смотри, первую атаку мы отбили. Налетели они на наш заслон. Понесли большие потери. Понесли большие потери. Мы не знаем, кого мы покрошили, но кого-то серьезно. Я понял, отлично. Значит, смотри, к вам сейчас выдвинется из Луганска. Кто с боевым опытом, те и выдвинутся. Хорошо. Пусть выдвигаются, но учтите, все дороги перекрыты. Им придется с боем пробивать. Я не знаю, они отбьют хотя бы их посты. Ага. Сейчас нужна информация, кого мы покрошили. Покрошили очень серьезную группу. Очень серьезную. С какими-то очень серьезными весовыми людьми. Мои ребята отработали просто на пятерочку с плюсом. Я понял, сколько? Не все еще вернулись, но основная группа вышла без потери. Сам понимаешь, сейчас... Ну, поскольку ребята соблюдают радиомолчание, то, соответственно, сам понимаешь, там связаться с... Хорошо. Я, значит, буду прорываться в Луганск, а оттуда с луганскими группами буду к вам. Давай, давай, действуем. Нет, мы, судя, мы продержимся несколько дней с боями, конечно. Продержимся, если что. Вот. Будь возьмут побольше противотанкового вооружения. Ладно? Хорошо. Если бы оно у нас было, мы бы уже всех загнали замажай. Давай, удачи. Я тебя хочу вывести на прямой эфир лайф-ньюса. Я дам этот телефон, они позвонят, представится лайф-ньюс из Москвы. Слушай, я ты уверен, что мне это нужно? Не представляйся. Хорошо, возьми своего заместителя, того, кто говорит с украинским акцентом, и сформулируйте, пусть он сформулирует абсолютно отчетливо, представится заместителем командира и сформулирует абсолютно отчетливо, что происходит с тем, что все нормально, все в порядке, мы победили, то есть дети отступили, блин, с потерями большими. У нас потерь нет. И требование, что мы требуем федерализации Украины, выборов губернаторов, немедленных выборов губернаторов, да, не позднее 25-го числа бы Рада не могла бы совершать внешние заимствования без двух третей голосов регионов. Это очень важно, это очень принципиальное требование. Я тебя понял хорошо, человек все слышал, он скажет все на телефон. Стрелка, дай, пожалуйста, к телефону, срочно. Здравия желаю, Константин Валерьевич. Значит, атаку мы отбили, противник отступил по всем направлениям с большими потерями. Вот. С вашей стороны, они попали в нашу засаду. Мы, значит, наша группа расстреляла три машины ВИП-класса, в которых они передвигались, уничтожила и охрану, и тех, кто в них находился, почти всех. Акциону положили? Нет еще ни доклада, у меня сейчас не удалось с ним связь остановить. Так что, если будет возможность с ним созвониться. Хорошо. Хорошо, звоните тогда ему, я с ним встречаюсь завтра здесь, он прилетает сегодня вечером, мы с ним поговорим, но постарайтесь сами тоже ему дозвониться. Есть, конечно. Хорошо. Но дальнейшую рекордно-старовку сами все понимаете. Теперь весь мир смотрит именно на эту географическую точку. Вот. Так что теперь уже можно сильно не умничать. Я понял. Значит, с нашей стороны не оставлено ни одной позиции, то есть они все врут. В Краматорске все позиции удержаны. Константин Валерьевич, со своей стороны я прошу уточнить, то есть вот кого мы все-таки побили, мы тут совершенно разные информации от Альфы до спецназа ГУ этого страны украинского. Нет, ну я могу только официально дать информацию, что это глава вот этого антитеррористического центра украинского. Убит? Ну, они говорят ранен, а Ваков сказал, что ранен. Я понял. Это, в общем, их ЦСН. Так что, кого надо, вы попали. Ну, я понял, да, отлично. То есть, спасибо, спасибо. Счастливо. Спасибо за субъект. И еще хочется сказать, что вы хорошо отметили праздник. Постарался. Спасибо. Спасибо.